МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это только за последние месяцы я привела еще не все случаи аварий, связанных со школьными автобусами. Казалось бы, этот вид транспорта должен быть одним из самых безопасных, ведь все-таки детей перевозим. А что же происходит на самом деле? Об этом расскажет гость нашей программы Ермолаев Андрей Аликович, исполняющий обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашской республики. Здравствуйте, Андрей Аликович. Добрый день, Татьяна. Скажите, пожалуйста, кто вообще несет какую ответственность? Это директор школы, водитель автобуса, учитель. На ком лежит ответственность за безопасность детей, за безопасную перевозку детей в школьных автобусах? Совершенно правильный вопрос, Татьяна. И хочу отметить, что все указанные вами лица, они несут ответственность как дисциплинарную, административную, так и уголовную. В случае, если, конечно, в результате ДТП будут какие-то тяжкие последствия. А так, основную ответственность несет директор школы, как организатор перевозок. Водитель несет ответственность в части соблюдения правил дорожного движения и обеспечения безопасных условий перевозки. И социальный педагог, находящийся в салоне автобуса, также несет ответственность, чтобы все детки находились на своих местах, были пристегнуты ремнями безопасностями и выходили и заходили в автобус только при полной остановке транспортного средства. То есть, чтобы полностью обеспечить комплекс безопасных условий во время таких перевозок. Хорошо, Андрей Оликович, давайте вернемся к ДТП, который я перечислила, которые произошли в январе только этого года в Чувашской республике. Вот по этим делам, по этим авариям уже какие-то решения приняты? Что-то уже известно? Кого накажут? Что будет происходить? Те ДТП, которые произошли в январе текущего года, это в Красноармейском районе, в Канарском районе. Оба ДТП, к сожалению, произошли по вине школьных водителей автобусов. В этой связи прокурорами были внесены представления, по результатам рассмотрения которого в Канарском районе, к примеру, водитель освобожден от занимаемой должности, а в Красноармейском районе привлечен к дисциплинарной и административной ответственности. Хорошо. Еще один важный момент, что касается выездов детей на транспорте частных перевозчиков. Это же у нас тоже очень распространенный случай, дети даже городские и сельские, наверное, меньше. Больше всего городских детей касается, когда они выезжают в театр на какие-то мероприятия и нанимают для этих целей, получается, частных перевозчиков. Какая здесь, на ком лежит ответственность, какие здесь взаимоотношения? Здесь ответственность лежит как на организаторе перевозки, так и на той организации или предпринимателе, который эти услуги оказывает. С целью обеспечения безопасности таких перевозок по закону необходимо уведомлять заранее органы ГИБДД о таких перевозках с той целью, чтобы сотрудники ГИБДД смогли проверить исправность транспортного средства в процессе его эксплуатации. А в этом направлении вообще какие-то нарушения в последнее время выявлялись? Как дела обстоят в нашей республике с частными перевозчиками, когда они школьников перевозят? В плане перевозки школьников у нас есть школьные автобусы при школах, но бывают случаи, когда детей вывозят в соседние регионы на какие-то спортивные мероприятия. И такие случаи, к сожалению, бывают, что перевозят на автобусах, которые не в полной мере соответствуют требованиям безопасности. Если выявляются какие-то нарушения, этот перевозчик больше уже не может перевозить детей или как? В данном случае перевозчик несет административную ответственность, и в следующий раз, если же его транспортное средство полностью соответствует предъявляемым требованиям, он может оказывать перевозки. Хорошо. И еще одна школьная тема. Сдайте деньги в школьный фонд. Наверное, не секрет, что эту фразу слышат многие родители по всей стране. В школе собирают деньги на ремонт, на официанта, еще на что-нибудь. Насколько это все законно? И на что образовательные учреждения действительно имеют право собирать деньги? Действительно, в образовательных учреждениях республики имеют такие случаи место, когда собираются денежные средства с родителей под видом благотворительной помощи. Федеральным законом образования предусмотрено, что создание условий в соответствии с стандартами получения образования, содержание зданий, сооружений, в которых происходит образовательный процесс, он лежит полностью на муниципальных бюджетах и самих образовательных учреждениях. Соответственно, сбор денег на цели, связанные с содержанием, замену окон, материальные какие-то ценности другие приобретаются за счет денег родителей, это незаконно. То есть на эти цели выделяются бюджетные деньги. Следовательно, финансовое обеспечение образовательных услуг должно осуществляться за счет бюджетных ассигнований. И установление взымания платы законных представителей, учащихся в данном случае, противоречит действующему законодательству. Основной довод тех, кто полагает, что родители должны добровольно оказывать материальную поддержку образовательным учреждениям, он основывается на неправильном толковании федерального закона о благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Статьей 2 данного федерального закона как раз и определено, что граждане и юридические лица вправе самостоятельно, добровольно оказывать благотворительную помощь, пожертвование. То есть принцип добровольности, во-первых, должен быть. И второй принцип – это граждане и юридические лица самостоятельно определяют, на какие цели они оказывают материальную помощь и пожертвование. То есть по взаимному согласию получается можно, если родители не против, улучшить условия жизнедеятельности своих детей в школе и там собраться на новую дверь, собраться на новые окна, утеплить там что-то. И получается директор учреждения образовательного не против, то они по взаимному согласию, в принципе, если это делают, не нарушают закон. В данном случае должно соблюдаться два принципа. То есть родители сами добровольно желают оказать эту помощь образовательному учреждению, сами добровольно выбрали цель, что именно замена окон является их целью оказания помощи, а не иные какие-то цели. Необходимо еще раз четко понимать, что образовательное учреждение, работники образовательного учреждения не вправе диктовать родителям, на какие цели и в каком размере они должны оказывать пожертвование и материальную помощь образовательному учреждению. То есть, насколько я понимаю, инициатива должна исходить от родителей и принцип добровольности в этом случае, он самый главный получается. Действительно. Имеют также случаи, когда устанавливается фиксированная сумма, то есть без учета материального положения в семье. И такие формы, они тоже не соответствуют требованиям федерального закона о благотворительной деятельности, потому что родители вынуждены оказывать помощь сверх своей возможности, к примеру. Поэтому такие случаи мы всегда признаем как противоречащие действующему законодательству, принимаем меры реагирования, пресекаем такие факты. А много вообще нарушений в Чуварской Республике? Вот именно по этому вопросу, я знаю, недавно у вас вроде как была проверка в этом плане. Необходимо отметить, что массового характера на территории Республики такие нарушения не носят, но нарушения допускаются. Прокуроры такие нарушения выявляют практически в ходе каждых проверок. Спасибо. Андрей Оликович, ваша деятельность же не ограничивается только проверками и предписаниями. Вы же еще работаете с самими школьниками. И расскажите про это направление. Да, действительно, мы работаем не только с трудными подростками, но и с активной молодежью. Недавно буквально провели мы конкурс совместно с Генеральной прокуратурой. Конкурс назывался «Юный правозащитник». И победитель нашего регионального этапа награжден путевкой в лагерь «Артек» в Крыму. И буквально на днях выезжает туда для отдыха и дополнительных, так скажем, получений эмоций. Смотрим сюжет о юном правозащитнике. Екатерина Лекарева учится в 10 классе. Ее интересы – международные отношения и иностранные языки. И то, и другое увлечение приносят ей награды, дипломы и победы в Олимпиадах. Одно из ее последних достижений – победа в региональном этапе конкурса «Юный правозащитник», который ежегодно проводится Генеральной прокуратурой России. Целью конкурса – это выявление наиболее активных, интересных, интеллектуально развитых ребят, которые в последующем могут составлять основу как работников органов прокуратуры, так, возможно, и основу нашей действующей власти. Одно из обязательных условий конкурса – это создание так называемого законопроекта. То есть ребята придумывали необходимый, по их мнению, закон или изменение в законодательные акты, какие-нибудь обосновывали их необходимость и расписывали, что они считают нужно сделать. Катя написала эссе на тему «Твори закон на благо общества», в котором предложила изменения в закон о допинге. Конкурс как раз совпал с проведением зимних Олимпийских игр. Спокойно смотреть на нарушение прав чистых в отношении запрещенных препаратов спортсменов было невозможно, говорит юная правозащитница. Я предложила несколько изменений законодательства, которые могут как-то поспособствовать улучшению ситуации, которая сейчас в нашем мире. Как бы это странно и, может быть, слишком сложно не звучало, упразднение Министерства спорта, изменение его на национальный комитет, поскольку во многих странах, странах, где уже не раз замечались люди, спортсмены с употреблением допинга, этого органа государством не было и Министерства спорта. Поэтому обвинения государству как поощрителям допинга у них не было оснований на это. А если есть национальный комитет, но нет у Министерства спорта, то получается так, что эта организация не государственная, и поэтому государству никаких претензий не будет предъявлено, только к самим конкретным спортсменам. Идея интересная. Катя сможет ее развить и дальше в Международном детском центре «Артек». Сейчас, как и все региональные победители, она собирает чемодан. Всех призеров ждет тематическая смена «Юный правозащитник». А с 1 мая стартует второй этап конкурса. В нем может принять участие любой желающий школьник от 10 до 17 лет. Я напоминаю, в нашей программе вы можете задать видео вопрос прокурору или прислать текстовое сообщение на электронный адрес правовое поле 21sobakamail.ru и ответ на него прозвучит в нашем эфире. Вот один из вопросов, который к нам пришел на электронный адрес. Здравствуйте, меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. В течение трех месяцев я получаю квитанцию на оплату услуг ЖКХ порядка 9 тысяч. При том, что квартира у меня двукомнатная, 70 квадратных метров. При сверке счетов со своими подругами я обратила внимание, что тарифы в других домах нашего города отличаются от наших, причем в меньшую сторону. Скажите, пожалуйста, как с этим можно бороться и куда обратиться? Благодарю. Хороший актуальный вопрос. Необходимо, конечно, сказать сразу, что одинаковых тарифов в домах быть не может. То есть каждый дом, он индивидуальный, он разный по площади, по этажности. Но когда очень сильно различаются цены, получается, очень дорого платить за двухкомнатную квартиру, я оцениваю, что это очень дорого 9 тысяч. Конечно, однозначно, что это нормально, сказать нельзя. Нужно проводить проверку по данному сообщению. Может быть, где-то ошибка в расчете. Где-то, может быть, идут перерасходы, которые нужно вовремя устранять, так называемые перетопы. Нужно необходимо, во-первых, необходимо по структуре платы разобраться, по какой конкретно услуге самая большая стоимость и разбираться уже в причинах. Это в том случае, если управляющая компания пойдет на контакт с собственником жилья. А если этого не происходит, если они ищут какие-то причины, отговорки, куда может обратиться человек вот с таким вопросом? По таким вопросам граждане могут обратиться как в органы государственной и жилищной инспекции Чувашской республики, так и в органы прокуратуры, в районные прокуратуры по месту жительства. Получается, с просьбой о проверке? Да. Хорошо, смотрим второй вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопрос. Мой сосед делает ремонт у себя, и, как мне кажется, он ломает вентиляционную шахту и хочет сделать перепланировку. Так вот, подскажите, пожалуйста, куда нужно обратиться, чтобы к нему пришли с проверкой, ведь если к нему придет управляющая компания, он может просто их не впустить. А если придет, я не знаю, соответствующий орган, то он, как бы, будет, наверное, не вправе их не пускать, и проблема решится, и соседи, и, в частности, моя семья не будут под угрозой. Все вопросы у нас связаны, так или иначе, с ЖКХ сегодня. Действительно, в случае перепланировки и изменения конструкции, несущих конструкций, данным вопросом необходимо адресовать в Государственную жилищную инспекцию. И там есть специалисты, которые придут, выйдут на место, разберутся, посмотрят, сравнят с проектом и сделают вывод, есть нарушение или нет. То есть собственник жилья, если к нему придет с комиссии жилищная инспекция, не имеет права не открыть дверь, отказать, сказать, что это моя территория, я ее купил, и я здесь хозяин? В случае, если он откажет в допуске в свое жилое помещение, он несет административную ответственность. Если же даже административные штрафы на него никаким образом не действуют, жилищная инспекция имеет право обратиться в суд с исковым заявлением об обязании собственника помещения предоставить доступ для осмотра. Спасибо, Андрей Оликович. На этом у нас все. Мы ждем от вас вопросы к следующей программе, на которую мы обязательно ответим. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова